Всем привет! В эфире «Спортивная среда» и я, Любовь Почерникова. Сразу 22 медали привезли с чемпионата и первенства мира по фудакан-карате воспитанники Академии боевых искусств Будасан. Крупный турнир прошел в немецком Штутгарте. В мировом первенстве участвовали полторы тысячи каратистов из 55 стран. Россию представляли 160 спортсменов, 25 из них – ивановцы. Наш регион представляли воспитанники Академии боевых искусств Будасан. Им удалось привезти с этого крупнейшего старта 6 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей. Но все же сюрпризов сильных не было. Первое командное место заняли традиционно Румыны, второе место занял сборная России, третье – Сербы, и в десятку вошли США, Германия, Италия и так далее. Мы выступили лучше всех из сборной России, как отдельный регион. Ну, конечно, задачи не было выступать лучше всех из сборной России. Задача была лучше всех среди всех сборных выступить. И, в принципе, во многих категориях нам это удалось, но где-то чуть-чуть не хватило. Ну, будем работать дальше. Ребята обещают, что будут сражаться. Ивановец Кирилл Голда вернулся с чемпионата мира по греблингу. В категории кадеты 12-13 лет до 55 килограммов он завоевал серебряную медаль. Первенство мира проходило в минувшие выходные в Баку. 455 юных спортсменов из 16 стран бились за право зайти на пьедестал. Кирилл Голда предварительные бои прошел с блеском. В финале его соперником стал соотечественник, которому Кирилл и уступил золото. Видимо, настолько хорошо не подготовился, как он. И совершил практически такую же ошибку удушающим. Ну, на следующий год буду лучше готовиться, потому что все равно он тоже пройдет отбор и встретимся в следующем году. По итогам двух соревновательных дней Россия заняла первое место в общекомандном зачете. Женская баскетбольная команда «Динамо Энергия» Иванова продолжает участие в чемпионате России среди команд Суперлиги-2. Первые туры с Оренбургской надеждой и Самарой завершились не в пользу ивановской команды. Первые домашние туры ивановские баскетболистки проведут уже в ближайшие выходные. 16-18 ноября с командой «Динамо-2» из Новосибирской области. 19-20 ноября «Энергия» встречается с «Енисеем-2» из Красноярского края. Ждем болельщиков. Это команды нашего уровня. Вполне надеемся, мы что вполне сможем здесь выиграть и возможно выиграть все четыре матча. Но для этого, конечно же, нужна поддержка болельщиков. Я думаю, что «Энергия» проведет здесь свои лучшие матчи. Поэтому пусть приходят все болельщики, мы их ждем. Победа текстильщика на своем поле прервала серию из четырех поражений. 9 ноября «Красно-черные» провели матч в рамках турнира первенства «Олимп ФНЛ» с командой «Краснодар-2». С первых минут соперники попеременно атаковали ворота. Каждой из команд принципиально важно было забить первый мяч. Удалось это только во втором тайме Ивановцу Денису Фомину на 81-й минуте. Преимущество в счете текстильщик сохранил до финального свистка. Итог встречи 1-0 в пользу хозяев поля. Такая сегодня игра получилась. Такой футбол любят многие. Атакующий, открытый. Мы построили игру на таком прессинге. В первом тайме у нас очень хорошо получалось. Хотя «Краснодар» хорошая обученная команда. Вылазили они иногда и хорошо вылазили в атаки. В целом сегодня было огромное желание победить. И мы своего момента дождались. Мы его забили. Я думаю, конечно, если бы «Краснодар» первый открыл счет, нам было бы очень сложно. Наверное. Матч бы, наверное, по-другому сложился. Но такая хорошая победа, такая выливая, трудовая. Впереди у текстильщика еще одна домашняя игра. В воскресенье 17 ноября соперником красно-черных станет футбольный клуб «Нефтехимик». Приходите поддержать команду. На этом у нас все. Любите спорт себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин